После прошлогодней Doom в качестве Quake Champions можно было не сомневаться. Бета-тестирование игры развеяло все сомнения. Quake Champions пусть и не стопроцентная классика, но основные элементы находятся на своем месте и работают как надо. После недолгого матчмейкинга Quake Champions сразу возвращает нам двухтысячные. От таких скоростей мы давно отвыкли. Даже дикие замесы в Call of Duty и Titanfall далеки от того темпа, который сразу обрушивается на тебя в новой Quake. Карты небольшие, но ветвистые и по горизонтали и по вертикали. Основное правило выживания – двигаться как можно быстрее – тоже осталось неизменным. Любая попытка отсидеться в укрытии не только не спасет вас, но и в принципе абсолютно бесполезна. В отличие от большинства современных мультиплеерных шутеров, здесь нет никаких классов. Считаются только фраги. Чем быстрее вы можете бегать по карте, нанося урон и вовремя собирать бонусы, тем лучше. Хорошо, что основную механику оставили нетронутой. По сути, просто беги и стреляй. Однако появились нюансы. Если помните, в 1996 году в оригинальной Quake вышла многопользовательская модификация Team Fortress. Ее создатели позже выкупила Valve и выпустила ту самую игру про шапки. Так вот, в этой модификации были классы персонажей. Авторы Champions таким же образом решили разнообразить геймплей. Прямых классов вроде снайпера или танка нет. Нам предлагают менять самих чемпионов, способности и статы которых сильно различаются между собой. Кто-то может отталкиваться от стен и становиться невидимкой, другой плеваться кислотой. Так или иначе, про способности вспоминаешь очень редко. Куда важнее общие характеристики вроде здоровья или скорости. Такое разнообразие полезно. Если не хочется быстро вертеть мышкой, бери неповоротливого, но живущего робота. Обычная кваковская скорость слишком унылая. Вот тебе хрупкая, но шустрая девушка. Только успевай уклоняться от рейлгана. Классика тоже присутствует. Среднего по всем параметрам рейнджера вы знаете еще со времен оригинальной части. По всей карте разбросано огромное количество бонусов. Вначале очень важно найти кусок брони, который позволит лишние пару секунд принимать на себя удар. Стандартное оружие тоже никуда не годится. Выбирать приходится между дробовиком и пистолетом-пулеметом. Самое грандиозное месилово происходит как раз при участии рейлгана и гранатомета. В общем, это оружие тяжелее всего достать. Самые интересные штуковины расположены на самых открытых местах. В исключительных случаях вас и вовсе заставят взбираться на одиноко стоящую платформу. Вертикальный геймплей у новой Quake все еще в почете. А вот знаменитые Rocket Jump'ы отошли на второй план. В них попросту нет острой необходимости. До большинства объектов можно добраться с помощью трамплинов. Champions будет распространяться по модели Free-to-Play. Отчасти поэтому и появился выбор персонажей. Для того, чтобы навсегда заполучить в коллекцию нового героя, придется выложить реальные деньги. За внутриигровую валюту их можно лишь арендовать на один или несколько дней. Звучит, конечно, не очень. Временное пользование обходится в кругленькую сумму. Это значит, что по картам будут бегать преимущественно рейнджеры. Впрочем, до официального релиза Bethesda все еще может отрегулировать количество одинаковых героев на квадратный метр. Никуда не делась система кастомизации. Наплечники, штаны, броня, шлем, все предметы одежды выпадают из ящиков. Такая система есть почти в любом шутере. За реальные деньги можно приобрести нормальные бустеры, а в бесплатные будет попадаться ширпотреб. На жесткий донат можно не обращать внимания ровно до тех пор, пока он не мешает основному процессу. А он, кстати, мешает. Один из режимов «Дуэль» предполагает ротацию персонажей в каждом из трех раундов. Попросту говоря, без наличия двух арендованных героев вас просто не пустят в режим. С геймплеем у Quake Champions все хорошо. Это по-прежнему очень динамичный шутер, который легко обставит современных конкурентов. Вопросы у нас остались только к системе монетизации. Все-таки пока у издателя слишком высокие запросы. Подходит вам темп или нет, вы уже можете понять сами. Чемпионс перешла из закрытого бета-теста в открытый. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok